Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как попасть на воскресную службу в День памяти воинам, погибшим в Первой мировой войне в Великобритании, который называется Remembrance Day и проходит 11 ноября по всей Великобритании. Эта воскресная служба проходит в центре Лондона на улице Уайт-Холл рядом с памятником воинам погибшим, который называется Кенна-Тап, где присутствуют все лидеры британских политических партий, мэр города, а также королевская семья, во главе которой королева возлагает венок к этому памятнику. Ну и все остальные лидеры также возлагают венки и вспоминают воинов погибших в Первой мировой войне, а также во всех остальных войнах, где участвовала Великобритания. На балконах перед памятником можно увидеть Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также вот в последнее время не королева вела парад, а принц Чарльз. И королева стояла на балконе и также, как и все, исполняла гимны, читала молитвы. В общем, все, что происходит на воскресной службе в церкви, у них происходит все на улице рядом с этим памятником. И море народу приходит посмотреть на это действие, и море народу приходит отдать дань ветеранам, которые проходят парадом через весь White Hall, ну а также посмотреть, естественно, на королеву и членов королевской семьи. Для того, чтобы попасть на это мероприятие, вам нужно прийти как можно раньше. Сама служба начинается в 11 часов, запускать начинают в районе 8 часов, но очереди выстраиваются еще раньше. Я не очень люблю это мероприятие, потому что там очень большие толпы и происходит некая давка. Как все это происходит, я чуть-чуть попозже расскажу. Последний год мы пришли к 8 часам, и очередь была окутывающая практически весь Вестминстер. И мы заняли очередь, за нами заняло где-то еще в течение получаса мы стояли, еще около тысячи людей. То есть там реально приходят толпы людей. И попасть туда, встать напротив прямо этого памятника бывает нереальным. Может быть к 5-6 утра, если придете, тогда попадете именно туда, куда надо. Съемки я всегда провожу где-то или на заборе, или на каком-то пороге дома напротив. У меня очень хорошая камера с большим таким зумом. Но, конечно, когда уже зум используешь, камера начинает шататься. Естественно, я хожу снимать Кейт и Меган и Королеву. Это основные источники моего дохода. Ну а также, конечно же, вместе со всеми посопереживать и выстоять минуту молчания. Но после того, как королевская семья уходит, возложив цветы к памятнику, начинается парад. И люди, которые пришли посмотреть именно на возложение цветов королевской семьей, не могут выйти из этого пространства. Потому что с обоих концов полиция закрывает вход и выход. И ты никуда не можешь деться. И тебе приходится еще два часа стоять. А люди некоторые хотят в туалет, люди хотят выйти. У многих начинается паника, потому что в очень стесненных обстоятельствах приходится смотреть парад. Но если вы хотите пойти и посмотреть это действие, лучше стойте, смотрите парад и никуда не уходите. Конечно, прийти к восьми часам и закончить часа в два, это очень сложно. Выставить это практически невозможно. Поэтому я не знаю. В общем, когда открываются ворота, у меня всегда такое впечатление, что начнется сейчас давка, все начнут бежать. Но англичане народ спокойный. И когда ты находишься внутри такого народа, ты тоже начинаешь вести себя соответственно. То есть никакой давки, к моему удивлению, не начинается. И никакой паники, никто не бежит. И хотя очень хочется выйти из такой ситуации, даже у меня, которая привыкла находиться всегда в толпах, происходит некая какая-то паническая атака. А что если у меня такой звоночек? А что если сейчас кто-нибудь что-нибудь крикнет? Кто-нибудь куда-нибудь побежит или начнет с кем-то драться? Потому что обстановка внутри толпы начинает быть накаленной. Народ ходит туда-сюда, пытаясь выйти из этой толпы, а их не выпускают. И говорят, там открыто, в той стороне, идите все туда. Мы идем все туда, там тоже закрыто. И отсылают совсем в другую сторону. В общем, это мероприятие я очень люблю. Раньше было как-то поспокойнее. Раньше выпускали. И очень сложно. Я вот в последний раз, наверное, в 2018 году сходила и больше туда не хочу идти. Перед самим мероприятием, когда ты стоишь в очереди, когда только начинают запускать, вас организовывают. И вы проходите через металлические конструкции, металлоискатели. Проходит полный досмотр и у секьюрити. Все, что вы принесли с собой, абсолютно все просматривается на специальных столиках, прежде чем пустить вас в эту область. Все мероприятия, которые связаны с королевской семьей, в основном проходят так. То есть, если это толпа и если это королевская семья, повышенные меры безопасности предусматриваются. И будьте готовы к тому, что придется отстоять очередь, пройти полностью досмотр, как в аэропорту. И плюс еще к этому стоять и ждать часа три до начала самого мероприятия в очень стесненных обстоятельствах. Поэтому все, кто хочет посмотреть хоть раз, особенно туристы, которые приезжают и никогда не видели королевскую семью, естественно, это всех притягивает. Но парад в основном для тех, кто хочет действительно отдать дань, отдать почтение родственникам или ветеранам, которые воевали в этих войнах, и посмотреть парад. Поэтому я не рекомендую ходить на это мероприятие, но если уж так получилось, что вы приехали только на один день. Кстати, туда же на этот парад приезжают абсолютно все. Не только Лондон идет, но и вся Англия, и вся Великобритания. Многие люди специально приезжают посмотреть этот парад. Поэтому, если вам очень хочется посмотреть все это действие, приходите, но будьте готовы к тому, что будет очень холодно. Иногда будет очень слякотно или мокро, потому что ноябрь дождливый месяц. Плюс к тому будет очень голодно и не о чем будет заняться. То есть надо приходить, наверное, большими компаниями, чтобы было о чем поговорить и незаметно провести время. И плюс к тому вы можете ничего не увидеть, потому что толпы, естественно, все, кто знает, приходят к пяти-шести утрам и занимают самые лучшие места, естественно, не давая людям, которые приходят накануне самого мероприятия, они вообще могут не попасть даже вовнутрь всей этой области, даже в парад не посмотреть. Поэтому вот выбирайте, выбор ваш. Хотите, идите, смотрите. Хотите, можете это все по телевизору посмотреть. Мне нравится все это, но очень сложно стало в последнее время. Лично я всегда на этом параде боюсь давки. Я читала и знаю, как вести себя в толпе и в случае паники, и давки, и вот как на Лав-фестивале в Германии была давка, люди погибли. То есть я натренированный человек, который знает, как действовать, если толпа начнет сдавливать. Хотя, конечно, когда в последний раз была, там мне даже и мои какие-то специальные знания, думаю, что не помогут. О том, как выжить в толпе, я вам расскажу чуть-чуть попозже в моих следующих роликах. Ну, в общем, думайте сами, решайте сами, ходить или не ходить. Пока на этом все. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok